Приветствую вас уважаемые коллеги трейдеры на торговой сессии вторника на календаре 7 сентября. Мы продолжаем анализировать рынок, используя математическую модель поведения цены. И давайте посмотрим, какие тенденции актуальны на текущий момент. Вчерашний день, как мы помним, у нас был выходной у США, день труда, поэтому день получился не самый волатильный. Многие инструменты нам нарисовали структуру вложенного дня. Честно, я не очень люблю такие структуры отрабатывать, поскольку за появлением этих структур не стоит никакого фундамента, никаких объемов, никакого обоснования. То есть фактически день получился вложенным только потому, что никто в этот день не торговал. Как таковой борьбы не было, поэтому говорить о том, что у нас образовались новые зоны ликвидности, наверное, не очень хорошо. Но мы все-таки их начертим на всякий случай, чтобы иметь в виду и заодно посмотреть, как же они в этом случае отработают. Начнем с индекса S&P 500. Индекс S&P 500, как видим, нарисовал вложенный день дополнительный. Это уже второй за последние две недели. Так что вы можете сказать, такое тоже интересное событие. Значит, теперь у нас получаются зоны поддержки 45.13, далее 45.08, 45.02 и зона сопротивления 45.55, 45.61, 45.68. Вот эти новые границы можете себе пометить. Конечно, при текущей ситуации я больше склоняюсь к тому, чтобы мы с текущих позиций ушли вниз, оттестировали нижнюю зону, как раз выполнили ту размерность, которую пока еще не отработали, вот эту размерность. Ну а затем уже пошли в восходящем направлении, дальше на перехай. Такой сценарий и будем для себя рассматривать как основной. Идем далее. Евро-доллар. По евро-доллару мы снизились немножко до ключевого уровня 1.18.60, болтались, скорректировались наверх. Здесь можно где-то как-то узреть вот такой разворотный паттерн. То есть, вот. Теперь как бы идем на ретест. То есть, по сути говоря, уровень 1.18.82 у нас является в некотором роде ключевым. Если мы будем закрепляться выше данного уровня, то с большей вероятностью пойдем вверх котировкам 1.19.17 и далее на обновление локальных максимумов. Если же все-таки будем закрепляться ниже этого уровня, то скорее всего уйдем на более глубокую поддержку. И в этом случае у нас будет возможность зайти в покупки по лучшим целям. Ой, перескочил. Зайти в покупки по лучшим целям. По лучшим котировкам. Поэтому цели по коррекции у нас 1.18.32. Это уровень минимальной коррекции. Далее идет уровень 1.18.02. И глубокий уровень 1.18.49. По структуре здесь пока что ничего не меняется. Основное движение, которое мы ждем, это вот это движение. Последнее. Так видно его? Да, видно. Вот это движение мы его сюда подставляли. И соответственно ждем вот такой коррекции на 75 пунктов. После этого будем заходить в ланги. Идем далее. Фунт-доллар. По фунту также есть структура вложенного дня. Есть новые границы. Только в отличие от евро-доллара, который уже отработал сегодня границы вложенного дня, сегодня все-таки у нас по фунту еще есть шанс эту структуру исполнить. Поэтому ожидаем следующую тенденцию. Трехсоставное. Нисходящее движение в нижнюю область. Это верхняя граница 1.37.98 и 1.37.88 и 1.37.76 целевой диапазон. И из этой области уже ожидаем восходящее движение к верхней зоне ликвидности. 1.38.83, 1.38.94 и 1.39.06. Вот такой план у нас пока что по фунту. Идем далее. Доллар-иена. По доллар-иене идея следующая. Пока что мы идем в нисходящем направлении. Как вчера говорили, то есть оттестировали линию поддержки сопротивления трендового канала. И пока мы ее не пробили, то тенденция у нас придерживается южного направления. Поэтому рассчитываем на снижение в область вновь образованной зоны ликвидности. 109.538, 109.467, 109.400. Это наши цели по нисходящему движению. Помним о том, что у нас есть еще одна зона неотработанная. Это 109.291, 109.367. Но она у нас просматривается по максимальному двухсоставному движению. Поэтому не факт, что будет прямо сейчас отработана. Рассчитываем по крайней мере на достижение именно первой зоны ликвидности. Ну а если пойдем в восходящем направлении, то здесь, честно говоря, у нас двоякий момент с вами. Поскольку, если так вот посмотреть, нам для того, чтобы достигнуть верхних зон ликвидности, нам нужно вернуться снова в трендовый канал. Поэтому, если мы вернемся в трендовый канал, то здесь как-то глупо будет шортить этот инструмент. Однако, вот эта вот структура, я как раз ее разбирал на занятиях, когда рассматривал разворотные паттерны и разворотные конструкции. Она подсказывает, что мы можем еще ниже уйти. Но, здесь есть один нюанс. Все-таки, у нас полу такой флетовый диапазон получается. И здесь, возможно, эта структура для определения границ движения цены подходит не наилучшим образом. Вполне возможно, что мы двигаемся вообще уже в рамках вот такого трендового канала. А этот трендовый канал нам говорит о том, что мы пойдем наверх уже с текущих позиций. Поэтому, давайте будем действовать так. У нас есть ключевой уровень 109.936, который мы сегодня вновь оттестировали. Два теста этого уровня со стороны сопротивления уже были. Поэтому, будем действовать так. Если цена остается ниже этого уровня, то мы рассматриваем сделки на шорт. И если же цена закрепляется выше этого уровня, рассматриваем сделки в лонг. Идем далее. Доллар канадец. По доллар канадцу толком никаких изменений нет. Более того, здесь не очень такая тоже явная картина. Вроде как и был вложенный день, а вроде как его и не было. Но я его не стал здесь отмечать. Потому что, в принципе, границы здесь и так видны. И сейчас происходит очень такой интересный момент. Обратите внимание, что мы вчера попытались пробить трендовую линию сопротивления. В итоге ее оттестировали. И сегодня вновь ее пробили. Поэтому здесь важно отметить для себя один момент. Вот эта конструкция, она у нас не является усеченной. Но она является началом к формированию паттерна 1.2.3. Поэтому идея на сегодняшний день у нас будет следующая. Если мы пробиваем локальный максимум вчерашнего дня 1.25.58, то в этом случае рассматриваем дальнейшее продолжение восходящего движения. И в этом случае мы уже вряд ли ограничимся диапазоном 1.25.75. Скорее всего, сразу пойдем к следующей цели. Это у нас 1.26.29. Ну и в дальнейшем рассчитываем на достижение верхней зоны ликвидности неотработанной. Такой сценарий по доллар-канадцу. Идем далее. Доллар-франк. По доллар-франку продолжаем флетить в рамках достаточно широкого диапазона. Кстати, флэты на доллар-франке встречаются довольно-таки часто. Если вы следите за этой валютной парой, то знаете, что она периодически очень любит в такие флетовые моменты пуститься и очень долго в них просидеть. Поэтому сколько будет длиться сие мероприятия, не знает никто. Однако, здесь у нас появилась с вами еще одна зона ликвидности. Давайте посмотрим. Значит, есть неотработанная зона сверху, есть неотработанная зона снизу. Соответственно, куда пойдет цена, какую зону тестировать первой, мы не знаем. Да и никто не знает. Поэтому рекомендую вам работать отложенными ордерами от тех границ, которые мы с вами отмечали ранее. Еще раз напомню, верхняя граница это 0.9177, далее идет диапазон 0.9185-0.9190, и еще одна граница это 0.9195. Нижняя граница зоны ликвидности лежит за пределами флетового диапазона 0.9090. Австралиец доллар продолжает идти в восходящем направлении. Вчерашний день был даже не просто неволатильным, вообще мертвым такое ощущение. Но тем не менее, у нас все тенденции, которые мы с вами отмечали, они остаются. Сегодня мы оттестировали нижнюю зону ликвидности, 20 пунктов уже с небольшим пролетели. Но, увы и ах, произошло это как раз в 9 часов, поэтому подловить было достаточно сложно. Ну, подловили только те, кто знает, как отрабатывать вложенный день, и у них все получилось. Что мы сейчас будем с вами делать? Ну, поскольку мы нижнюю границу оттестировали, логично предположить, что сейчас основная тенденция будет направлена в восходящем направлении. Поэтому агрессивно сейчас можно зайти в сделку со стоп-лоссом за ближайшим локальным максимумом и подождать, пока мы отработаем верхнюю зону. Но учтите, что это будет, несмотря на восходящий тренд, агрессивная сделка. Ну, потому что мы уже отошли на целых 20 пунктов от той цены, откуда предпочтительно было принимать решение. В этом случае у нас стоп-лосс составлял бы примерно 20 пунктов, а тейк-профит был бы порядка 60 пунктов. То есть соотношение 1 к 3, оно бы выдерживалось. А сейчас, получается, у нас нет такого соотношения, поэтому сделка носит агрессивный характер. Тем не менее, верхняя граница 0.74.70 и диапазон 0.74.77, 0.74.86. И более дальние цели остаются прежними. Но не забываем о том, что у нас здесь было завершение структурного движения старшего таймфрейма, поэтому вполне возможен глубокий коррекционный откат. Идем далее. Новозеландец. Новозеландец также оттестировал свою нижнюю зону ликвидности. Рассчитываем на то, что восходящее движение продолжится. И ждем его в районе 0.7167. Это будет наш основной сценарий на текущий момент. Ну а в дальнейшем будем смотреть, как себя будет вести цена. Возможно, мы уйдем на какую-то более глубокую коррекцию. По крайней мере, размерность у нас выполнена. Ну а дальше будем смотреть. Золото. Золото. Я вчера все-таки шартанул от вот этого уровня POC, но сегодня ночью меня выбило по безубытку. На самом деле, глупо очень получилось, что я вчера вечером перевел без убыток. Надо было вообще просто эту сделку закрыть, зафиксировать 45 пунктов и все. Но я что-то подумал, зачем я буду фиксировать. Я подержу, мало ли, вдруг мы пойдем сразу закрывать вот этот срыв цены. В итоге мы его пошли закрывать, но только, блин, после того, как сделали ретест. В итоге здесь образовали еще один уровень POC, и от него уже полетели. Но в это время я был не у терминала. Поэтому сейчас снова занимаю выжидательную позицию. Золото оттестировало свою нижнюю зону ликвидности. Осталась верхняя зона 1833-52, ее граница. Причем обратите внимание, что у нас есть одна неотработанная зона снизу, и раз, два, две неотработанные зоны сверху. Более ранние зоны, насколько я помню, все уже отработаны. Так что, конечно, с большей вероятностью золото будет стремиться именно в восходящем направлении, но не факт, что прямо с текущих позиций. Обратите внимание, что мы пробили флетовое накопление, но теперь потихоньку спускаемся вот сюда, в район срыва цены. Поэтому я рекомендую, какой здесь подход. Немножко подождать, посмотреть, как поведет себя золото и отметить себе две границы. Первая граница – это сегодняшний локальный максимум. Он находится за дневным уровнем ПОК, поэтому пробой этого уровня будет означать повышенный интерес быков на данном инструменте. Ну и вторая граница – это уровень 1810-30. он для нас является в какой-то степени ключевым, потому что здесь подходит у нас и одна размерность, ну практически подходит. И во-вторых, все-таки этот уровень находится за вот этой объемной грядкой флетового диапазона, который мы раньше образовывали. Поэтому вполне возможно, что после тестирования данного уровня мы уйдем дальше в восходящем направлении. Так, серебро. Серебро пока что танцует возле нижней своей границы зоны ликвидности. Мы с вами помним, как прекрасно серебро отрабатывает зоны ликвидности, поэтому уже сейчас актуально принимать решение по входу в сделку, в данном случае в лонг. То есть ожидаем именно продолжения восходящего движения. Но в отличие от золота, которое оттестировало нижнюю границу ранее пробитого диапазона, верхнюю точнее границу, серебро еще к этой границе даже не приблизилось. Поэтому здесь будет актуально, наверное, именно вот эта размерность и уровень принятия решения 24.256. Есть более ранний уровень 24.393. Мы также до него еще не дошли, поэтому все возможно. Возможно тут, откровенно говоря, любой вариант. Мы не знаем точно, какие границы нам в итоге покажет цена. Но по сути получается, что мы еще ни одной размерности толком не выполнили. То есть мы можем, конечно, отметить и иную размерность, например, вот эту и сказать, что с небольшой погрешностью мы эту размерность выполнили. Но давайте уже не жестить таким образом, а все-таки быть прагматичными. Поэтому смотрим, что есть тест зоны ликвидности и потенциал восходящего направления. Если цена спускается ниже, здесь можно принимать решение от 24.256. Так, идем далее. Нефть марки Brent. Вчера прекрасно отскочили, оттестировали линию поддержки и сопротивления, поэтому сейчас пока что мы удерживаем основное направление в short. Почему в short? Ну, здесь есть вот такая структура, очень интересная. И видим, что есть уровень поддержки и сопротивления, которые мы в данный момент как раз еще раз тестируем на отскок. Поэтому тенденция здесь располагает именно к нисходящему движению. Если спрятать стоп-лосс за вершинку и вот сюда расположить первый тейк-профит, сюда расположить второй тейк-профит, то в принципе у нас будет достаточно неплохое соотношение риск-прибыль. Поэтому это будет наш основной сценарий. Цели получается 69.92.6807. Ну а если цена будет закрепляться выше линии поддержки и сопротивления, тогда мы просто перевернемся и будем работать дальше в лонге, как и работали до этого. Ближайшая цель 74.09. Идем далее. Доллар-рубль. Доллар-рубль идет на пробой. Пробиваем, пытаемся по крайней мере пробить линию поддержки и сопротивления. Практически выполнили размерность. Буквально 10 пунктов остается до выполнения размерности. Поэтому следим. Границы остаются прежними. Вложенного дня здесь не было. Да и наверное вряд ли он здесь появится. Поскольку у нас разрыв происходит через каждые 8 часов на 16 часов. Поэтому здесь пока что смотрим, наблюдаем. Ну если хотите, можете в агрессивную зайти в покупки. Но я пока не буду. Так и биткоин. Биткоин оттестировал свой целевой диапазончик. Как видим неплохо. Даже немножко скорректировались. Но коррекции как таковой это не было. Если посмотреть по размерности. Что вот это за размерность? Для этой наверное слишком маленькая. Ну разве что вот эту размерность мы выполнили. Но такие размерности я вообще не люблю отрабатывать. Потому что они мелкие. Их можно нарисовать очень много. И даже находясь в тренде, заходя в сделку постоянно по таким размерностям. Можно нахватать стоп лоссов очень много. Прежде чем какая-то сделка у вас выйдет в плюс. Поэтому я обычно такое не отрабатываю. Ну разве только что внутри дня и то редко. Пока что здесь по биткоину. Чего нам ждать? У нас есть более дальние цели. Так. Если посмотреть по последней коррекции. Локальные цели. Ближайшие теперь находятся в районе 54, 15, 54, 155, 54, 437. То есть вот туда мы будем стремиться в ближайшее время. Если посмотреть структурно. Давайте глянем. Так. У нас была вот эта размерность. Потом вот эта размерность. Теперь вот эта размерность. Мы ее выполнили. Теперь вот эта размерность. Но она уменьшилась. Теперь вот эта размерность. Ну в принципе да. Плюс-минус мы и должны прийти к нижней границе вот этого диапазончика. 54, 159. Поэтому будем считать это основной нашей целью. По входу в сделку. В принципе уже актуально прямо сейчас. Но в этом случае будет очень короткий стоп-лосс. Потому что если мы пробьем уровень 52, 140 и будем закрепляться ниже него. То скорее всего пойдем на более глубокую коррекцию. Котировки 50, 945 и 50, 182. Вот такие границы на текущий момент. Ну и придерживаемся северного направления, как я и сказал. Это все торговые идеи на сегодня. Надеюсь вам было полезно данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также не забывайте о том, что вчера вышло новое видео по нашему автоматическому советнику. Основанному на статистическом анализе. Обязательно посмотрите это видео. Можете себе скачать пробную версию советника. Покрутить его, потестировать и понять нужен он вам или нет. Если нужен, то по моим контактным данным обращайтесь за его приобретением. Всего хорошего. Пока.